Наше путешествие близится к своему завершению, и мы прибыли в город Кагашима. Это самая южная часть Японии, если не считать острова Окинавы. И это город, который находится у подножия вулкана. Сегодня, к сожалению, вулкан будет не видно, потому что погода облачная и душная. Мы сначала думали не поехать на север, но решили все-таки поехать на юг, потому что здесь теплее. Здесь есть пляжи, море, пальмы и все остальное, чего обычно ждут от отпуска. Да и мы здесь еще не были. Мы сюда думали рвануть после Хиросимы, нет, после Фукуоки. Но так как в Осаке был фестиваль, то мы поехали в Осаку. Остров. И город этот славен тем, что здесь поднял свое восстание Рема, знаменитый Ронин. Про него даже есть сериал, недавно выпустили, чем снова вспомнили тему и подняли популярность. Называется Рема Дэн. Наш отель где-то там в 5 минутах ходьбы. Здесь много горячих источников. Не знаю, пойдем это или нет. Сегодня мы не пойдем точно на вулкан, потому что уже стемнеет через час. Пойдем прогуляемся по городу. Здесь вот, здесь с этим восстанием, видимо, везде стоят памятники самураям. Какие-то они мелкие, но у меня есть... Волков, иди сюда. Есть подозрение, что они на самом деле натуральную величину, потому что раньше и люди, и японцы были помельче, поэтому рядом с ними вот волков встанет рядом с ним. Смотрится как гигант настоящий. Такой метр с кепкой. Здесь вот рассказывается про то, как было поднято восстание против Сёгуната. За мир во всем мире и равные права. Фонтанчик тут даже есть. Вот наш отель. Вот это вот серое здание впереди. Опять-таки не самый дорогой, конечно же, довольно дешевый отель. Но я почетный член букинга. Имею везде скидки процентов 10, так что... Можно выбирать из чего-то. Посмотрим, насколько он хорош внутри. Так же ли он хорош, как снаружи. Снаружи выглядит достаточно цивильно. Сейчас зайдем. Осталось у нас 4 дня всего путешествия. Два из них мы проведем здесь, на третий поедем в Токио. И надеемся, что удастся попасть на Футияму. Так, вот здесь вот у нас вход. Как здесь? Монументальненько, да? Так, а где у нас? На втором этаже, что ли? Фронт-деск. На третьем этаже, да. Поехали. Жмякай на третий. Японцы очень любят нажимать на кнопки, открыть и закрыть. Стоят и держат их. Как будто бы от этого зависит. Волков еще не научился? Как? Я только что ткнул. Да. Они все время стоят и держат, пока не закроются. Главное успеть, а то двери сами закроются. Да. Вот и фронт-деск. Как здесь оформление такое, не чешное, да? Не спрашивать. Здравствуйте. У нас есть резервы от Букинга. Да, только секунду. Так, у нас номер 811. Это туда. Счастье наше заключается в том, что нам сделали бесплатный апгрейд. Так как был только с маленькой кроватью номер двойной. Это нам дали номер. А, сейчас это отдельная карточка даже. Нам дали номер с двумя кроватями. Так что, наконец-то мы будем спать, как нормальные люди. Не обманули? Не, не обманули. Сидим на две кровати. Вот это я понимаю. Большой телек. И у нас нет кабеля, чтобы досмотреть кино на большом телеке. Да, ты с вами кино какой-то. Кино хорошее, наверное, досмотреть. Сколько можно? Уже только кино смотришь здесь. Да, чё, ты никуда не бойся. Мы уж сегодня сидим. Сегодня опять сидим. Сегодня опять сидим. Какой сидим ты сейчас замок мог сам сходить? Да, давай посмотрим, что там. Ван, хватит у нас спорить, короче, Волк. Там уже времени мало. Слава, Валочку, дай. Где свет-то? А, надо уже карточку вставить. Волк, вставь карточку. Как вставь? Ты сказал, моё. Где тут съелся? Любой, что ли? Так, смотрим. Что тут у нас есть? Все принадлежности. Зубная щетка, палочки для ушей, все дела. И крутая большущая ванна. Нифига себе. О, Волка, слышь. Ты чё, даже мыться смотришь? А ты зеркало видишь? Да. А я вижу тебя. Я не зеркало, я тебя вижу. Ты чё? Как ты так? Камера вон у пуза, как всегда. А здесь вон, это, опускается штука. Ага. В Волкой комнате допросов. Интересный. Ну-ка, дай, кстати, посмотрю. Смотри. А, так он вообще... А, ну ты чуть-чуть зазеркален, да? Нет, вообще, я всё не зазеркален. Обычно стекло. Ну, ничего страшного. Прозрачный, прозрачный. Так, из окна вид у нас на парковку выходит. В общем, мне номер нравится. Не знаю, как тебе, Волков. Нравится. Да, будем обустраиваться и решать, куда пойдём. Сегодня решили пойти в горячие источники японские. Точнее, японская баня, с ним горячие источники. Но японская баня. Так, жми вниз. А после этого пойти куда-нибудь поужинать. Погода всё хмурнее и хмурнее. Не знаю, начнётся ли дождь. Как считаешь, Волков, начнётся дождь? Я не знаю. Но если что, без зонтов. Надеемся на то, что дождя не будет. Температура градусов 26 она сейчас. Судя по ощущениям. Рядом, конечно же, магазин 7-11, как обычно. Наш любимый. В котором есть банкоматы, которые дают деньги с нашими карточками. Сейчас нужно пройти два светофора. Туда вот, на север. Потом свернуть на запад. И через 15 минут ходьбы мы придём к месту, где находится баня. Я ни разу в японской бане не был. Но представляю себе, как она выглядит. Проходим мимо музыкальной школы. Или это просто школа. Которая свой оркестр. И нас тут встречают фанфарами. Вместо того, чтобы идти домой, бедные дети до шести часов парятся в школе. Уже с детства японцев воспитывают. Быть задротами в труде. Японские города очень похожи друг на друга. Сейчас пропустим. Очень похожи друг на друга. Поэтому я с каждым днём как-то всё меньше и меньше снимал. Кроме достопримечательностей. Особо показать-то нечего. Коробки. Но они с одной стороны похожи. С другой стороны все дома очень разные архитектуры. Но в целом это создаёт такой однотипный пейзаж японского города. Через город проходит небольшая речка. Неглубокая совсем. Но довольно чистая. Карпов пока не видел. Наверняка что-нибудь доводится здесь. А к меню крабы. Это речка, через которую мы переходили. Где переходить? Да. А, ну да. Я говорил, что мутно. А тут уже не так мутно. Не, я не говорил, что мутно. Я говорю, что достаточно чисто. Сейчас предположил, что мутно. Но оказалось, что более-менее. Допросились мы дождика так, и дождик начал накрапывать. Но это пока накрапывает. Но мне кажется, он может усилиться. Дождик прилетает. Ну да, конечно. Мы здесь блуждаем по дворам. А, вот оно. Видишь, что нарисовано? Нарисованы струи горячего, чего-то там поднимающиеся. Сейчас нам чаем накормят. Вот оно. Я думаю, это точно то, что нам нужно. Тот самый Онсен. Ну что, пойдём? Чай. Это вроде вход или выход? Кроме нас никого нет. Здесь нужно было фото. Нет, чьи-то тапочки стоят. Суимашен. КОНИЧУА. КОНИЧУА. onечен. КОНИЧУА. ДИНАМИЧУА. КОНИЧУА. КОНИЧУА. Окей, окей. Мы зашли в выход. Выход какой-то секретный, да, Олков? А вход, наверное, более официальный. А может это для персонала? Да нет, это скорее для персонала какой-нибудь мы зашли. Нет, дальше, дальше вон туда, вон туда. Здесь на входе покупаем билетик. Ой. Здравствуйте. Не уверен, даст ли тут снимать, может быть, и нельзя, конечно же. Сейчас будет, конечно, отдельная кабина, посмотрим, как это внутри выглядит. Салков закидывай, посмотрим, как это выглядит. Покупка билетика в баню. Так, 390. Закидывай. Хочешь ровно кинуть, ты? Жми. Так, и любой из этих. О, тебе билетик есть, теперь у меня. Съемка в японской бани. Там сидит мужичок. Туда вот мы и пойдем подрыскаться в бассейне. Я думал, что с собой какая-нибудь брать не будем. Здесь мы взяли билеты и выдали нам полотенце и мыло. Вот наша помывка и закончилась. Все-таки распаренные выходим из бани. В целом там, конечно, снимать не получилось, но там одна большая емкость с горячей водой, одна поменьше емкость с холодной водой. Рядом парилка соляная, да? Да. Рядом кранчики. Рядом кранчики, с которыми можно садиться и мыться. И одно самое опасное место, это такая штука, небольшой закуток, в котором бьет током. Я сначала подумал, честно говоря, что это просто с проводом какие-то проблемы. Но, судя по всему, это такой электромассажер. Я про него почитаю обязательно в интернете. Но Волку понравилось. Да, хорошо. Отлично. Только зад опускают. Поэтому стоит туда совать только руки и ноги, и то аккуратно. Ладно, пойдем теперь в тусовочный район поедим. Я сейчас хорошо свяжу. Так вот я говорю, пока идем опять встанем. Надо поближе все показать. Зачем? А что мы устанем-то? За 10 минут ходьбы устанем? Какой-то устающий волк. То, что вулкан действующий, видно еще по разводам на машинах. Остается после дождя. Вот такая вот грязь. Это вулкан с дымом выбрасывает всякий в воздух. Всякую пыль. И плоды вулканической деятельности. Они потом с дождем оседают. Кстати, Волков, ты знаешь, что дождь может быть немножечко с серной кислотой? Волков. Хорошо. Просеримся. Просеримся. Чего? Просеримся. Волков шутит. Молодец. Волков машина, видишься? Пыльная. Мы же таких пыльных раньше не видели в других местах. У нас замечательная ванная в номере. Там можно мыться. Да. Смыть остатки кожи. Да, надо. Очередной памятник самураям, которые куда-то бегут. Бегут они, судя по всему, через дорогу. Маленький самураенок и два взрослых. Судя по лицам, хотят кому-то накостылять. Восстание поднимает Волков. Не хухры-мухры. Сфоткаешь меня. Обязательно. Основной вид транспорта здесь трамвай, автобус. Метро, насколько я понимаю, нет? Нет. Да и городок небольшой. Метро. Кто сказал? Ну, это не метро, это скорее всего электричка. Но это у них метро все. Хорошо, Волков, это у них метро все. Волков сказал метро, значит метро. Да, у них все так. Короче, поезд есть. Но городок маленький все равно. Значительно меньше тут активность вечером, чем те города, где мы были ранее. Едут на красный, обратите внимание. Да все вон, несколько машин. Теперь нам будет зеленый. Начинаем выбирать место, где поесть. Смотрим, чтобы было что-нибудь такое, чтобы с виду это нас воодушевило. Водушевляет? Ну так, ничего вроде. Ничего понятного? Да, не совсем. Мясо вроде худо, худо. Это здесь, наверное, которое самому нужно готовить. Посмотрим. Надо день заходить, где есть английское меню. Так. Давай дальше чуть-чуть пройдем. Если понравится что-нибудь другое, то там все не понравится. Вернемся. Что пахнет? Сейчас заманивает запахом. Да. Картинки красивые пахнет. Там что-то за три тысячи было. Что за три тысячи? Что по три тысячи? Нет, такие наборы, я уже понял, надо брать просто на двоих и все. Надо вот на двоих такой взять. Ну. Ремочная. А это просто выпить. А это с большим столом. Нет, там тоже что-то делает. Вот это тут много всего. Туда? Туда? Так, тут что? Давай по этой улочке пройдемся. Здесь тоже кормят, да. Тут везде кормят. Кормлением тут никого не удивишь. Надо что не только картинки были, но еще эти, знаешь, чучела. Чучела? Чучела еды. Хорошо. Там совсем все понятно. Так, здесь что дают? Что-то дают, потому что картинок не видно. Тут что-то мяско по-моему, судя по запаху и по виду. Меню есть. Меню, да, есть, все нормально. 71 тысяча двести за что-то можно заплатить. Это на утра либо фугу. Мы выбрали бар, вроде как. Но устрицы там нужно с вами готовить. Снимаем ботиночки. Посмотрим, чего кормят. Заказали с картинки. Волков такую штуку заказал. Это рамен вантан называется. Вантан рамен. А я заказал вот такую штуку. Это называется тонтору рамен с вареным яйцом. Ну а также, как же без этого, взяли пиво, чтобы это запить. Что здесь? Нет, что-то вкусное. Думаю, может имбирь. Здесь вода со льдом, наверное. Нам сейчас пиво принесут. Вот. А да, мы еще сидим вот так вот. Вот такой джапан стайл. Спасибо большое, Маш. Сантори прям мало. Это из мини-стаканчиков. Не то, да? А, окей. Спасибо большое. Они намного больше, конечно же. Но ледяные. Ну давай, Волков, за город, под горой. Надеемся, там дракона не встретим. Ага. Если он был кончик, завтра не жахнет. Будем надеяться, что жахнет. Посмотрим, увидите, да? Что интересно, опять сантори тайм. Ждем еды. Пока взяли японского гальминого мяса к пиву. Попробуем. Рачицу добавлю. Рачицу сейчас возьму. Какая красота. Что горячая? Очень вкусно. Такая жесткая. В то же время горячая, только что приготовлено. Мясо в гороховый суп. Как это называется? На ребрышках или как? Нет. Не делал в ташке. В общем, такое мясо напоминает мне, по крайней мере. Ему еще капуста едет. Сам забыл, там как. Шпик? Не, не шпик. Не шпик, нет. Там простойки, как бы, шпик и мясо. Какая горчица острая. Хочется запить. Очень вкусно. Какая горчица. Не васаби, конечно, но очень жесткая. Вот наши рамы. Это лапша. С луком. С яйцом. С мясом. Мяса довольно много. И мясо, я так думаю, свинина. Пахнет. Очень вкусно. Присыпано кунжутным семечками. С кунжутными семечками. У тебя тоже самое, только, по-моему, другая лапша, да? Другая. У тебя такая, с листьями. Это вкусно. Готовь аппетит нам. Вкуснотища. Пахнет здорово. Скорее поскорейся, целый бочонок в припуске можно есть. Я уже суснул, было очень здорово. Мясо как будто бы тушеное, свинина. У Волкова у нас такие листья были, вторые, лапши точнее, вторые вот такие, а-ля господицы. Это, пожалуй, была самая вкусная из того, чем мы ели в Японии, да, Волков? Лапша. Да, лапша. Вот здесь у них видно, что варится их бульон, это самая главная составляющая всех блюд. А сверху сразу вентиляция стоит, и весь этот воздух выдувается наружу, чтобы запахом заманивать клиента. Теперь нам нужно свернуть направо, и буквально через 200 метров наш отель. Пойдем смотреть киношку и спать. Пойдем смотреть киношку... Пойдем смотреть киношку и спать.